Друзья, здравствуйте! Рады приветствовать вас вновь на выставке Акватерн 20-24. Мы вновь на стенде компании НМК. Мы сибиряки, компания НМК сибиряки. И нам очень приятно вновь встретиться с Сергеем Зинковым. Сергей, мы приехали специально за 3-9 земель для того, чтобы не увидеть на вашем стенде оглушительных новинок. В чем дело? В чем причина? Значит, смотрите, в этом году наш стенд, наше участие на выставке, по большому счету, это поддержание именно того уровня, которого мы достигли. Ну, конечно же, мы привезли, ну, скажем, не новинки, это старые добрые печи в новом формате. Допустим, на данный момент перед нами печь полностью нашего производства. Это новая литейка, которую мы запустили, которую мы, кстати, планировали заснять в видео, но все в будущем. То есть полоса состоит из нашего сырья, чугун, сетка, стекло, ну, понятное дело, они наши. Ну, то есть, все-таки новинки есть, но они не видны. То, что раньше вы заказывали на стороне, так скажем, у своих партнеров, все детали изготавливаемые из чугуна, теперь это собственное производство и печка полностью новосибирская. Абсолютно правильно. А теперь у нас на заводе полный цикл сборки, то есть от момента отливки до момента комплектации. Было сказано правильно, что ее не видно, эту новинку, но, скажем, все модели проходят определенный апгрейд, как внешний, так и внутренний. Ну, здесь действительно очень интересная новая сеточка. Обратим внимание на ее структуру. Она не просто прямоугольная, имеет такие закругленные края, и сетка это нержавейка? Да, абсолютно правильно, нержавейка. Очень симпатично, друзья, согласитесь? В дальнейшем планируется, мы сейчас будем собирать обратную связь, если мы убедимся в том, что это востребовано, остальные модели тоже будут переходить на такую сетку. Баня – это отлично, но мы же еще занимаемся отоплением. Что в котлах у нас интересного? Может, пойдем посмотрим? Пойдем. Сергей, ну, это Атвас, и у него очень интересная судьба, да, у этого котла? Да, ну, начнем с того, что эта модель уже была представлена у нас на прошлой выставке. Продана с выставки, мы получили обратную связь человека, который непосредственно в течение года ей пользовался. Когда получили обратную связь у себя в производстве, ну, от чертежа до конечного изделия были произведены изменения. В течение полугода модель стояла на протопке, назовем это, дорабатывали все нюансы. И на данный момент серия Атлас, она пойдет у нас в серию. Модель представлена здесь, это 30 кВт, планируется также 15-20-30 кВт. Сергей, а в сегменте менее дорогих котлов на что вы делаете ставку? На сегодняшний день серия Sunfire выходит в сегмент бытового назначения. Это будет доработанный котел с системой автоматики подачи воздуха. То есть более контролируемый, более управляемый по длительности горения, по температурным перепадам и так далее. Скажем так, это будет достойный конкурент котлу Magnum. Который себя давным-давно зарекомендовал на рынке и в целях продвижения других моделей был доработан и будет тоже запускаться в серию. Супер. То есть в 2024 году у нас как минимум должно добавиться 2 серии котлов. Сергей, я с нетерпением жду вновь возможности побывать у вас на производстве. И посмотреть лично на то, как вы производите чугунные элементы для своих печей. И я знаю, что нас ждет также еще ассортимент. О каких именно изделиях вы узнаете, если подпишетесь на наш YouTube канал и будете следить за новостями. Сергей, спасибо вам большое. Успехов. Мне всегда приятно вас видеть у нас на стенде. И у нас в любой магазине точки продаж, а тем более на нашем заводе. А нам приятно иметь таких чудесных партнеров. Спасибо. Взаимно. Мы на выставке Акватерн 2024 и мы вновь на стенде компании Изота. Уже традиционно. Но, к сожалению, в этом году особых новинок по твердотопливным котлам я здесь не нашел. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы это объясните? Ну, я не знаю, может быть у вас завышенные ожидания были. Мы привезли самые классные образцы на выставку. Действительно, таких судьбоносных новинок в 2023 году представлено не было. Над чем мы работали? Мы работали над модернизацией контроллера. Внешне, может быть, это не видно, но работа проделана колоссально. И в плане программного обеспечения, и новый пластиковый корпус появился. Возможность разделения блока индикации от блока управления. При всей похожести, так скажем, линейки прошлогодней и сегодняшней, все-таки новинки есть. Это доработка, модернизация практически всех котлов, за исключением проверенной классики. Мы не привезли сюда тополь, хотя он здорово вырос. Одна из самых легендарных наших моделей. И не повезли совсем простые котлы, типа Енисея, Мастера Икс. То есть то, что мы уже хорошо с вами знаем. Да, то, что мы хорошо знаем. В 2024 году основная работа будет по модернизации контроллера. Мы начинаем выпуск своего контроллера C-Line, который будет таким универсальным солдатом. И в зависимости от программного обеспечения, с небольшим изменением начинки, он будет работать и с пилетными горелками факельного типа, и с котлами ретортными, и с котлами полуавтоматами твердотопливными. Все будет достаточно технологично и классно. А на что вы еще тратите свои исследовательские ресурсы? Что вы еще разрабатываете? Что вы еще разработали, может быть, не в твердотопленной теме, а вот в таких смежных областях? В смежных областях мы работаем сейчас над контроллером для управления электрической сауной. Модернизируем ПО электрического котла. Я считаю, что программное обеспечение электрического котла, и вот сам контроллер, он такой выкрестовался. Слово такое. Выкрестовался. В общем, если точно и четко сказать, то мы отсекли все лишнее у контроллера. И наша концепция сейчас следующая. Контроллер электрического котла, да, пожалуй, в будущем и контроллер твердотопливного котла, они должны заботиться об управлении котловым контуром. Выскакивать за работу, за управление внешних контуров, отопительных контуров, должна другая автоматика. Ряд причин вот этих изменений есть, но основная причина – мы не должны усложнять прибор для колоссального количества пользователей. Каждый методом набора дополнительных опций выбирает себе вот эту работу. И вот эта концепция выстрелила, когда информативный индикаторный дисплей электрического котла, четкое управление одним насосом, одним клапаном, как математики говорят, необходимо и достаточно. Вот здесь, пожалуй, мы вот по этой конве разработческой мы пойдем и дальше, если говорить о других приборах. То есть такими пазлами набирать систему отопления. Ну, очень интересно. И еще на вашем стенде я увидел какую-то невероятную для Красноярска новинку – это газовый котел. Да, почему мы начали работать с газовыми котлами? Пока это такие шаги, аккуратные, осторожные. Мы берем самую классную регуляторы газа, автоматику СИД, энергонезависимую, горелки полидора. Не чувствуем в себе экспертности, чтобы разбираться в китайских аналогах, такой экспертности, которая есть у нас в электрокотлах. Но точно скажем, что это будет классно, качественно, достаточно материалоемко. Раньше мы этой темы не касались, потому что была проблема с испытанием на метане, на природном газе. Сейчас у нас есть установки компримированного газа, это сжатого газа, нормальной производительностью для испытаний. И эти установки, они именно на природном газе. То есть мы вообще не претендуем на работу на пропамбутане. Мы как будто вырезали участок газовой трубы, привезли ее в Красноярск и работаем. В Красноярске появилась заправка на метане, и вот отсюда и метановое наше метание, и искание. Будет линейка котлов с регулятором 630, более мощная 710-й СИД регулятор газа. И самые такие классные варианты. Уж я не знаю, какой это будет коммерческий успех, кому это нужно, но нам интересно сделать на базе простой автоматики, добавить немножко своей электроники и фактически функционал газово-настенного котла переместить в корпус напольного котла для более легкой замены, что ли. Может быть, это будет сугубо нишевый продукт, а может быть, это и выстрелит. Пока мы пробуем и не стесняемся сказать, что мы сейчас нарабатываем и ищем компетенции. Многие, кстати, на выставках помогают корифеи. Мы пытаемся сделать нишевый продукт, классный продукт, и самое главное, чтобы это был очень надежный продукт. Ну, вот просто еще раз очень надежный. Сергей, ну, вы очень серьезная компания, и вы делаете очень серьезные монументальные вещи, но также и можете иногда пошалить. У вас появились две линейки новые электрокаменных. Да, появились две линейки электрокаменных. У нас была одна линейка электрокаменки Виза. Она достаточно материалоемкая, она выпускается давно. Ее, может быть, наверное, можно назвать классикой, а кто-то назовет ее несовременной. Но вот мы, опять-таки, к математической формуле подходим необходимо и достаточно. Имеем перед глазами финские образцы, имеем классные станки, материалообработку крутую. И вот сейчас сделали две модели, которые самые популярные на рынке. То есть маркетинг говорит о том, что самые популярные на рынке – это цилиндрическая модель и настенная модель до 9 кВт. Дальше все начинают эти модели делать без управления, и потом уже приходят к управлению. Мы нашли хороший термостат, такой приемлемый таймер, и начали, наоборот, с модели встроенного термостата и таймера. На российском рынке с термостатом делают, а вот с таймером есть вопросик. Не все удосуживаются выполнять вот это требование сертификационное. Мы решили сделать и выполнить оба требования. Внешний вид, вот металлообработка должно быть на самом классном уровне. Еще одна модель есть, Плея она называется, рабочее ее название, двухтеновая, она всего будет, по-моему, до 6 кВт, а может быть, даже до 4,5 кВт. Мы ее не повезли, потому что тут совет наш, заводской, не утвердил дизайн. Нам показалось, что слишком топорно сделали металлообработку. Вот там мы пошалили, а здесь мы вообще не пошалили еще. Нисколько. Ну что ж, я думаю, что как только мы узнаем стоимость этих электрокаменок, все станет на свои места и будем ждать их в розничной сети магазинов Форнас. Да, будет еще контроллер. Будет еще контроллер, прикольный, классный контроллер будет с возможностью подключения удаленного управления через Wi-Fi, через GPS. И это управление внешнее будет классическое от наших котлов. То есть опция от наших котлов. Но я не думаю, что прям кровь из носу это нужно для каменки. Пока концептуально это блок индикации, который соединен проводом с силовой частью. Вот по этому пути идти приятнее всего. И тоже рассматривалось два варианта. Упрощенная модель и более сложная модель. Но из-за близкой себестоимости мы все-таки решили идти на модель, где есть упрощение вентиляции, освещением, возможности вот этих вот всех подключений. Думаем, что побеждать всех будем такой моделью базовой. Отлично. Ну, мы желаем вам успехов. Спасибо. Очень ждем новинки в наших магазинах и обязательно дадим обратную связь. Да, приезжайте к нам в офис в Москве. Я надеюсь, что вот мы с Евгением на постоянной основе будем рассказывать о новинках уже у себя дома в московском офисе. Я там или мои ребята, которые там работают. Но информация сейчас будет доходить быстрее. То есть не нужно ждать ежегодной выставки, чтобы рассказать о новинках. Друзья, это очень интересная тема. Мы обязательно сделаем широкий репортаж из нового шоурума компании Zota. Так что следите за новостями и обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну и до встречи. Счастливо. Счастливо.